Как сделать из бумаги украшение своими руками модульку Судамы Супершар Здравствуйте! Меня зовут Иванова Галина. Спасибо, что заглянули на мой мастер-класс. Надеюсь, он будет для вас полезным. Сегодня хочу вам показать, как сделать модули из бумаги, которые потом собираются вот в такой красивый шар. Например, модуль Супершара делается из квадрата. Я беру с одной стороны белый лист, а с другой цветной. В учебных целях лучше взять размер побольше, примерно 15 см. Добавим квадрат по диагоналям белой стороной вовнутрь. По одной диагонали развернули, по другой диагонали. Переворачиваем лист на другую сторону и складываем теперь квадрат по серединам сторон. По другой стороне. И также по другой стороне. Разворачиваем. И теперь вот эти диагонали мы сгибаем вниз. А сгибы, которые в серединам сторон, у нас получаются сгибы вверху. Вот таким образом складываем базовую форму в двойной квадрат. Если посмотреть сверху, у нас получается как бы два квадратика. Кладу заготовку таким образом, чтобы глухой угол был сверху. И каждую сторону, уголки каждой стороны сгибаю к серединке. С одной стороны. С другой стороны. Переворачиваю. И так же делаю на этой стороне. Вот так выглядит заготовка. Теперь каждый этот уголок нужно вогнуть вовнутрь. Для этого отвернула уголок назад. Расплющила его под сгибом. И обратно закрыла. В результате получилось таким образом. И так нужно сделать с каждым уголком. Теперь заготовка выглядит вот так. И сгибаю вот эти уголочки к центру на сплошной стороне. С одной стороны. Вот так согнула. Переворачиваю заготовку опять на сплошную сторону. На другую сплошную сторону. И здесь тоже сгибаю уголки к центру. Дальше. Перелистываю детальку. Также повторяю эти же действия. Вот так в результате выглядит деталь. В следующем видео я вам покажу, как можно немножко по-другому делать этот модуль. И в зависимости от этого получаются немножко другие шары. Ну а сейчас делаем стандартно. То есть вниз опускаем уголки. Все четыре уголочка опускаем вниз. И вот такая деталька у нас получилась. Скажем так, половину работы сделали. А теперь нужно аккуратно эту деталь, вы не поверите, развернуть обратно. В обратной последовательности. Вот так складывали, складывали, а теперь все разворачиваем. Аккуратненько. Начинаем с уголков. Отворачиваем их вверх. И дальше аккуратно раскрываем детальку. И вот так развернули деталь. Все предварительные изгибы мы сделали на белой стороне. Для того, чтобы сам модуль у нас получился цветной стороной наружу. Итак, нажимаем на нашу детальку в центре. Она у нас выворачивается. И теперь нам нужно ее сложить по этим сгибам, которые мы сделали. Смотрите, вот синими линиями я очертила как бы одну часть квадратика, по которой мы будем складывать. Эти сгибы, которые у меня обозначены синими линиями, они сгибаются вниз и заводятся за деталь. Вот, с одной стороны согнула, со второй стороны согнула. И видите, они как бы встречаются сзади за модулем. С этой стороны выглядит вот так. И вот эти уголки боковые сгибаем к центру. А верхний уголок опускаем вниз. В принципе, все делается по сгибам, которые мы только что делали на белой стороне. Вот так должен выглядеть модуль, когда мы сложили первую часть. Его первую часть. И теперь вот эту правую часть перелистываем. Как бы закрываем вот этот уголок. Вот так. Далее продолжаем складывать вторую часть модуля. Тоже вот эти линии идут, сгибаются вниз. Тоже они будут встречаться сзади за деталью. Вот так. С этой стороны мы опускаем боковые уголки к центру. И опускаем верхушечку. Вот так сложила вторую часть. Опять перелистываю или закрываю деталь. Складываем третью часть. Как делали уже два раза. Опять же уголки встречаются сзади за модулем. И здесь складываю вот эти боковые. И закрываю верхний уголок. Обязательно следите, чтобы все сгибы делались по тем линиям, которые мы только что сделали. Чтобы линии не съезжали. В этом случае модуль получится красивый и аккуратный. Вот так выглядит модуль, когда мы сложили три его части. Четвертую часть этого модуля складываю немножко по-другому. Значит, подвожу правую сторону. К вот этой вот диагональке. Примерно вот так. И опускаю сюда вот этот уголок к центру. Дальше. Вот так загибаю левую сторону. И тоже опускаю левую уголок к центру. И вот здесь аккуратно, смотрите, чтобы это было именно по этим сгибам. Остается вниз опустить уголок. Слегка развожу модуль, чтобы это было проще сделать. И опускаю верхний уголок вовнутрь модуля. Вот. Теперь немножко прожимаю те сгибы, которые я сделала. И получается вот такой модуль. Он называется Кусудамый Супершар. Кусудамый Гвоздичка. Кусудамый Венус. Разные названия у него есть. Как сделать из таких модулей Кусудамый Супершар? Смотрите в одном из моих ближайших видео. Спасибо за внимание. Если вам понравился мой мастер-класс, подписывайтесь на канал. И до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...